В лаборатории Брестской городской поликлиники номер 6, где происходит тестирование на коронавирус, нет ничего лишнего. Для проведения качественного исследования необходимо всего несколько составляющих. Биологический материал, сыворотка крови из вены или пальца, тест, секундомер и буферный раствор. Более эффективно сдавать на 10-12 день, так как уже к этому дню начинают вырабатываться и иммуноглобулины и М, и G. Этот тест показывает, есть ли острая инфекция, либо уже приобретенный иммунитет, тоже это иммуноглобулины G. Тесты проводят на платной основе. Стоимость ответа на вопрос, болеет ли человек коронавирусом в данный момент или уже переболел, составляет 25 рублей 57 копеек. Результат теста становится известен в тот же день. Правда, он представляет собой вспомогательную диагностику, а значит, результат не является окончательным при постановке диагноза. Платные тесты мы проводим с июля месяца. С 20 июля месяца у нас появились первые платные тесты. Услуга тоже очень востребована. До 20 человек в день у нас обращаются. И вот с июля месяца мы провели 1711 тестов. Но это имеется в виду и пациенты, которые самостоятельно к нам обращаются. И плюс у нас были заключены договора с некоторыми предприятиями. То есть выезжали на предприятие, делали тесты. Спрос на тестирование высок, как и спрос на получение консультации по различным вопросам, в том числе и показанию медицинской помощи при наличии симптомов вирусной инфекции. Для удовлетворения потребности населения в поликлиниках областного центра вновь заработали колл-центры. С их помощью люди могут получить ответы на волнующие их вопросы дистанционно, просто позвонив в поликлинику по месту жительства. На рабочем месте у меня находятся два телефона, потому что один городской, один внутренний. То есть многие вопросы можно решить, скажем так, не отходя от кассы. Когда человек звонит, я говорю, подождите немножечко, и я могу выяснить телефон, какую-то помощь себе. Это и от заведующих помощи, и от руководства, и от многих других служб. И решить вопрос сразу, не ложа трубку. Поэтому два телефона удобно. Людей волнуют вопросы, касающиеся планового влечения, выписки рецептов, куда нужно обращаться в первую очередь и что делать, если есть температура. Вопросы такого плана лучше решать дистанционно, ведь очереди в кабинет врача в период непростой эпидемической ситуации немаленькие.